Сегодня утром посёлок Держинского проснулся от громкого хлопка. Он произошёл в гаражных боксах возле сельхозтехники около шести часов утра. Сообщение о взрыве на пульт ЕДДС поступило в 6.15. На место ЧП сразу же выехали службы экстренного реагирования. По предварительной версии, в замкнутом пространстве произошёл взрыв газа, в результате которого сгорели несколько автобусов ИП Кузнецова и Лазбякова. «Говорят, что если два автобуса успели выехать, значит уже накопление газа не могло быть. Если бы изначально там накопление газа было и потом кто-то включил свет или начал звонить, тогда... А если уже, говорят, два автобуса выехали, то не должно быть накопления газа. По другой причине. А какие автобусы, каких маршрутов здесь осуществлять стоят? С пятого маршрута, вот я знаю, как это... А еще с каких-то 21-й, да. А какие организации предварительно ИП пострадали? Они находятся под Балаковским пассажирским комбинатом и электротанцом. Ну это частные... Частники, которые под ними находятся. Пожарные устранили открытый огонь достаточно быстро. Однако в боксах, погребенных под завалами, ещё долго тлела обшивка автобусов, старая мебель и прочая ветошь. Когда сотрудники МЧС разбирали завалы, оттуда периодически вырывалось пламя. Для того, чтобы пожарным расчётам хватило воды для тушения, на место ЧП прибыла техника Балакового водоканала. Была работа и у медиков. Бригада скорой помощи с места взрыва доставила в реанимацию двоих пострадавших с ожогами 30% тела. Взрыв произошёл в промзоне, в боксе, где стояли 8 автобусов. Три из которых сгорели, 4 автобуса с примятой крышей, у одного автобуса выбиты стёкла. Плюс ко всему пострадал легковой автомобиль. На месте происшествия работала первоотделенная группа первого отряда Федеральной противопожарной службы по Саратовской области. Три человека, одна единица техники. Служба пожаротушения первого отряда, два человека, одна единица техники. И три пожарных расчёта от первого отряда Федеральной противопожарной службы по Саратовской области. Всего от МЧС работало 19 человек и 6 единиц техники. Плюс была привлечена оперативная группа администрации Балаковского муниципального района. Бригада Балаковской поисково-спасательной службы областного государственного управления службы спасения Саратовской области. Работали представители МВД России Балаковская и Балаковская станция скорой медицинской помощи. Плюс ко всему было привлечено муниципальное унитарное предприятие Балаково-Водоканал, бойлер для подвоза воды. Работает следственный отдел по городу Балакова, работает следственная бригада от прокуратуры. По предварительным данным пострадали два человека, 50-60 лет. Ожоги второй-третьей степени 20-30%. Оба пострадавших находятся в больницах города. Говорить о причинах взрыва пока рано. Их будут устанавливать следователи. Пострадавшие, которые находятся в сознании, уже дали первые показания. А между тем, предприниматели, чьи автобусы сгорели, по сути, лишились бизнеса. Ведь даже страховка не покроет все убытки, связанные с потерей нескольких транспортных средств. По некоторой информации, перевозчикам, скорее всего, необходимо будет выплатить компенсацию владельцу боксов за разрушенное здание. Продолжение следует...